У Саратовского областного колледжа искусств появилось собственное общежитие. Долгие годы учебное учреждение добивалось появления здания для студентов. В колледже обучается значительное количество иногородних. И вот теперь они могут не думать о том, где найти деньги на аренду квартиры. Подробности в нашем следующем материале. А где проживаете в данный момент? По квартирам? Да, снимаем. А сами с территории все приехали? Да, ну вообще я вообще с Пензенской области. Каждый из тех, кто с нетерпением ждал открытия общежития, сегодня в обновленном здании. Иногородним студентам областного колледжа искусств приходилось снимать квартиры. После переезда в общежитие расходы на аренду сократятся до 1000 рублей в месяц. Это в разы меньше, чем сейчас. Я сама из Петровска. Я тут снимала квартиру. Ну, естественно, это немного дорого выходило. Здесь очень хороший ремонт. Мне прям все нравится. Я думаю, тут тепло будет. Здание раньше принадлежало архитектурно-строительному колледжу. Но последние 10 лет не эксплуатировалось. А вот у областного колледжа искусств своего общежития не было. Поэтому в помещении провели капитальный ремонт и передали в пользование учебному учреждению. Теперь на нескольких этажах размещаются десятки комнат. Оборудованы душевые, стиральные комнаты и кухни. Рассчитан он, в первую очередь, конечно, тем детям, которые иногородние, живут в других городах и в городах наших областей, в местах Саратовской области. И мест сегодня 57 комнат. Из них мест где-то 144. Это даже больше, чем сегодня нужно. В колледже учатся 137 иногородних студентов. Причем приезжают не только с районов Саратовской области, но и из других регионов. С 11 лет наши ребята с территории нашего региона, с других территорий, девочек, вот сейчас видели, с Пензы, другой там мальчик приехал, с Украины. И они вот здесь вот имеют такую возможность, будут находиться, будут иметь возможность свою домашнюю там работу, подготовку здесь вести. Такие возможности есть. На четвертом и пятом этажах оборудованы комнаты для молодых артистов, которые уже завершили учебу, но пока не приобрели собственного жилья. Вместе со студентами общее число проживающих превысит 200 человек.